МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квадроциклам запретят въезд на территорию Загорского моря. Кунья переливается всеми красками радуги. Жители деревни Самойлова бьют тревогу. Александр Баруков из Сергиева Посада занял первое место в конкурсе чтецов. Здравствуйте! В эфире информационная программа «События». О главных новостях Сергиева Посада и округа расскажем прямо сейчас. В студии Марина Покровская. Благоустройство лесопарковой зоны Загорское море близится к завершению. Многие жители уже успели оценить, как преобразились пляжи и лесная территория. Сегодня вместе с коллегами парковую зону осмотрел и глава округа Дмитрий Акулов. Рассказывает Светлана Володина. Очень скоро в Сергиевом Посаде откроется новая зона отдыха лесопарк Загорское море. Подрядчики завершают последнешнее благоустройство. Управление городских парков готовит яркий праздник. На данный момент работы по созданию лесопарка заканчивается. И 6 июля мы планируем его к открытию. Хочется сказать, что подрядчики усиленно работают. Работы уже почти что завершены. Но я считаю, что они большие молодцы, потому что работа проделана огромная. Глава Сергиева Посадского округа Дмитрий Акулов с коллегами проверил, что еще предстоит сделать перед торжественным открытием. Уже готовые аккуратные лесные дорожки заканчивается благоустройство большой парковки. Также на завершающем этапе установка уличного освещения и системы видеоблюдения. Дизайнерами готовится к оформлению входная группа. К сожалению, погода относится к своей корректировке. Не получается идти с сопряжением графика. Но, конечно, большой объем работы выполнен после последнего выездного совещания. У нас готовность по дорожно-тропиночной сети увеличилась на процентов 15. И в общей сложности составляет процентов 90. В оформлении благоустройства прогулочной зоны используются легкие экологичные материалы. Получившееся пространство для прогулок впечатляет. Оно гармонично сочетается с окружающей природой, подчеркивая красоту этого места. Сегодня с коллегами прогулялись по Загорскому морю. Смотрим, как продолжается работа. Точнее говоря, даже завершаются. Потому что планируем на 6 июля уже провести некое открытие пляжей, соответственно, аттракционов, развлечений, мест, так сказать, нового притяжения жителей и гостей нашего округа. К сожалению, не все жители округа в должной мере оценивают работу по облагораживанию местной территории. По привычке ездят на квадроциклах по лесу, оставляя следы колес на мягкой газонной траве. Любители пляжного отдыха бросают мусор прямо посреди деревьев. Все это нарушает атмосферу места и наносят ощутимый вред природной среде. Глава озвучил, что в лесопарке будут введены соответствующие ограничения. Квадроциклы и другая тяжелая техника здесь будет запрещена. Мы проработаем это с силовым блоком, соответственно, с коллегами. Максимально обеспечим пешеходную прогулку на безопасную территорию, для того, чтобы все-таки здесь можно было спокойно прогуляться. Хотелось бы обратиться к жителям, к гостям, что если вы приходите своим пакетом мусора, выносите с собой, пожалуйста. Мы уберем, нам несложно. Но чистота начинается с нас. Все-таки сюда приходят дети, приходят преклонные возраста люди. И видя на это все, и гости приезжают сюда, соответственно. Видя все это, ужас, конечно, вызывает некое отвращение. Поэтому отвращение. Поэтому я хотел бы на это тоже акцентировать особое внимание, чтобы все-таки с большим теплом и любовью относиться к любимому родному краю. В Сергиевом посаде продолжается взведение домов под расселение из аварийного жилья. Объекты на Северном и Скобянке планируются завершить до конца года. Глава округа с профильными заместителями проинспектировали ход строительства. Переселение из аварийного жилья в новостройку на улице Владимирской ждут 634 человека. На сегодняшний день объект готов на 40%. Рабочие практически завершили монолитные работы. Идет кладка. В технических помещениях и на первом этаже приступили к отделке. Начали обустройство инженерных систем. Раскидываем ХВС, ГВС, отопление по полу кидаем. В подвале ведутся транзитные трубопроводы прокидываются. Электрику приступили. Сегодня на месте с контролем хода работ побывал глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов. Разговор с подрядчиком получился обстоятельным. Главная задача – дом должен быть сдан до конца этого года. И если специалистам требуется в решении каких-либо вопросов помощь администрации, об этом необходимо сообщать. Сколько этажей надо это обить? Пять. Там на первом этаже. На первом этаже. Сколько по времени? 35 дней. В новостройку переедут жители из микрорайонов Рабочий, Скобянка, Клеметевка, а также с улиц Инженерной, Фаворского, Сергиево-Посаде. Семья из Краснозаводска, поселков Мостовик, Сватково, деревня Наугольная. По итогу подрядчик должен сдать в эксплуатацию не только сам многоквартирный дом, но и благоустроить территорию вокруг, организовать проезды, парковку, прогулочные тропинки и детские игровые зоны. Дарья Леонова, Антон Каврижных, ТВР24. Жители деревни Самойлова встревожены состоянием реки Кунья. Практически каждую неделю вода в водоеме окрашивается в яркий, неестественный цвет и приобретает резкий химический запах. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Живописные виды деревни Самойлова портят состояние реки Кунья. Жители деревни, возвращаясь домой, уже гадают, какого цвета будет вода. И заранее готовятся к тому, что на мосту их встретит неприятный химический запах. Видимо, они ближе к вечеру сливают вот это все, и очень большая вонь стоит. Дышать вообще невозможно. И когда мы домой возвращаемся, то прям бегом пробегаем этот мост. Ну, потому что задыхаемся. И различного цвета. Каждый раз мы уже идем и думаем, какого цвета. Два года назад у нас поселились цапля. Цапля жила. Утки жили с детенышами. Каждый год выводили. В этом году даже лягушек нет. После каждого такого выброса жители деревни бьют тревогу. А фотографии с водой неестественного цвета разлетаются по соцсетям. Главной причиной загрязнения реки сейчас называют разрушенный коллектор. Трубы полностью изношены. И фактически вся канализация со Скоропусковского выпадает в кунью. Но эту проблему возможно решить благодаря реализации стратегии развития города, которая запустила процесс замены всей изношенной коммунальной инфраструктуры. Ведутся работы по ремонту данной линии. Данная линия была передана нам в начале 2021 года. Тоже в нехорошем состоянии. Сейчас мы производим работы самотечной линии от Скоропусковского района до синтеза. После того, как будет переложен участок аварийный до синтеза, мы переходим на участок, который есть в заправке лукоил и коровы. Назовем его коровой. Там тоже прогнившая линия. Мы все это когда восстанавливаем, эта течь уйдет. Судя по внешнему виду и запаху воды, реку загрязняют не столько бытовые стоки, сколько отходы промышленности, которые в бытовую канализацию попадать не должны. На одной из планерок в администрацию округа депутат Госдумы Сергей Пахомов дал жесткое поручение разобраться с загрязнением реки Кунья и привлекать к решению этого вопроса правоохранительные органы. Коллеги из тех предприятий, которые подключены к этой части канализации, оплачивают за свой счет полностью весь материал, а работы выполняет водоканал. Это достаточно приличные деньги. Больше полутора километров новых современных канализационных сетей, колодцев и так далее. Это позволит нам проблему слива и перелива канализации от предприятий самого поселка Скорпусковский исключить. Сохранение окружающей среды и чистота Орех стали одними из приоритетных направлений работы главы округа Дмитрия Акулова и его команды. Но отследить, кто загрязняет Кунью, задача не из простых. Надо посмотреть, что там и откуда такие странные цвета идут. Бывают желтый, зеленый, красный, светофор идёт. Но они недолго выбрасывают все эти стоки. На правой площадке, куда стоки могут попадать в бытовую организацию, работают более десятка предприятий. Одно из старейших – Скорпусковский Синтез. Это единственное предприятие, которое пошло навстречу водоканалу и помогло с приобретением материалов для замены коллектора. В телефонном разговоре заместитель руководителя предприятия Александр Юдин уточнил, что перед попаданием в бытовую канализацию все стоки Скорпусковского Синтеза, включая ливневые, проходят обработку. Кислые стоки идут, они проходят через станцию нейтрализации, производственные, и заходят опять же в коллектор в нашу насосную станцию и перекачивают, и всё накажут. У меня ни одной капли зоны не выходят. У меня где-то в 2014 году было комплекс обследования Минприроднадзора, и мне сделали экологическое заключение, что стоки закрыть, ну, ливневные стоки даже. И за ливневные стоки мы платим также, поскольку возможно их использовать и прогонять через фекальные стоки после очистки. И всё заведено через станцию нейтрализации и уходят. То есть, как бы, свободных выпусков у меня за территорию завода нет, то есть замкнутый цикл. Выяснить, кто же наследил в Кунье, сложно. Поэтому главный источник информации – сама вода. Жители деревни Самойлова не поскупились на оплату услуг независимой химической лаборатории. Речную воду проверят на 37 компонентов. Я считаю, что независимая экспертиза, она не помешает. Будет то, ну, хотя бы в суд, если обратиться, как от жителей деревни. Ну, может быть, она какую-то роль сыграет. Результаты анализа будут готовы через две недели. Также контрольное надзорное мероприятие на Кунье в этот день планировало провести Министерство экологии и природопользования региона. Татьяна Мельникова, Антон Каврижных, Сергей Власов, ТВР24. Недолгой была радость после асфальтирования народных троп в Сергиевом Посаде и Ходьково. Экспертиза выявила многочисленные нарушения технологических норм. Что не так с новыми дорожками на Угличе и Клементьевке, узнал наш корреспондент Вячеслав Белов. Региональная программа «Народная тропа» реализуется в нашем округе впервые. По ней в Сергиевом Посаде и Ходьково запланировано обустроить 9 локаций. Однако компания «Меридиан», которая проводила благоустройство, подвела. Работы выполнены с грубыми нарушениями. На оперативном совещании глава округа Дмитрий Акулов поднял вопрос о том, чтобы разорвать контракт с подрядной организацией. То есть стратегии, развитие округа, все. Мы смотрим только на качественную работу, только на партнеров, которые готовы с нами работать. Все. Правильно работать. Новая «Народная тропа» на Новоугольском шоссе действительно в плачевном состоянии. Установленный слой песка, а здесь это должно было быть 20 сантиметров, также щебня 12 сантиметров и 6 сантиметров асфальтобетонного покрытия. Песка после проведенной лаборатории здесь было 9 сантиметров, щебня в среднем 5 сантиметров и 3,5 сантиметра – это асфальтобетон. Что не отвечает требованиям и нормам. Углубление под тротуар сделано не было, поэтому он заметно возвышается над общим уровнем земли. В конце дорожки у дома после дождя образовался небольшой водоем, который уже несколько дней подтапливает подвал. Обнаружены и другие ошибки. Бордюрный камень должен быть прочно зафиксирован в бетонном лотке, а по обе стороны от тротуара насыпан слой грунта. Но вместо него – слой мусора, в том числе строительного. Мы связались с руководителем подрядной организации, предложили ему выйти на место и исправить недостатки. Но исправить недостатки здесь только можно, если это все демонтировать, заново разработать грунт, уложить песок, щебень и асфальт. По прошествии двух недель было обнаружено то, что подрядчик все-таки выходил на место, но Лисшу сугубил ситуацию. Оставил неубранный бортовой камень, демонтировал остатки его и как раз оголил свои, собственно, недочеты. Тротуар проектируется таким образом, чтобы он был пригоден не только для ходьбы, но и для механизированной очистки зимой. Но в МБУ благоустройство СП понимает, что с такими нарушениями техпроцесса он и до зимы не доживет. Переместившись с Углича на Клементьевку, перед нами предстал другой шедевр. Отличия есть, но только в худшую сторону. Прямо у входа в детский сад подрядчик оставил необработанными острые углы бордюров, а рядом скат, который уже растрескался, не дождавшись приемки. Прошли чуть дальше, увидели бортики, выдавленные наружу при асфальтировании. Такое ощущение, что горе-рабочие собрали все беды, которые только можно. Было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Новому подрядчику предстоит переделать работу предшественника, чтобы сделать народные тропы уже качественно и на совесть. Вячеслав Белов, Анна Овчинникова, ТВР24. В Троице-Сергиевой лавре состоялось награждение лучших чтецов международного марафона «Чтобы помнили дети». В конкурсе участвовало более тысячи детей со всех уголков России. Главный приз за самое проникновенное прочтение стихотворения достался участнику из Сергиева посада. Рассказывает Мария Ревека. Лучших чтецов международного марафона «Чтобы помнили дети» наградили Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Большом зале Московской духовной академии. Проект реализуется уже три года фондом поддержки и развития детской литературы «Надежда» при содействии фонда президентских грантов. Проект у нас начался с того, что мы издали книгу. Она называется «Чтобы помнили». Это международный сборник произведений для детей о Великой Отечественной войне. И в него вошли авторы из семи стран мира. И все они пишут для детей это стихи и проза. Далее мы передали эту книгу в библиотеке регионов, которые принимают участие в проекте. И затем уже дети смогли познакомиться с этой книгой, выбрать лучшие произведения, которые им понравились, легли на душу, заснять видео и прислать нам на электронный адрес. В этом году в марафоне чтецов участвовало порядка тысячи детей от 12 до 17 лет из разных уголков России. Оренбургской, Мурманской, Московских областей, из Крыма, Татарстана, Карелии. Активно присылали свои работы ребята из Луганской народной республики. Многие родители наших ребят также сейчас на передовой. И вот эта тыловая поддержка детей своих родителей как раз, наверное, и побудила вот к такому массовому участию в данном проекте. Победителей жюри выбирало из ребят, которые стали лучшими по итогам региональных этапов. Третье место разделили участники из Татарстана и Оренбургской области. Эвелина Гемодеева и Антон Зобиков. Второе место у Матвея Ковалева из Петрозаводска. Он уже не первый раз участвует в подобных соревнованиях. Для марафона выбрал стихотворение Эльмиры Шерифулиной «День Победы». Мне оно понравилось тем, что у меня получилось его очень хорошо рассказать. То есть я рассказывал о душе, и у меня это хорошо получалось. Цена той тишины огромная, оплаченная людскими жизнями, страданиями, болью, кровью их, всех признанных на бой чизн. Первое место у Александра Барукова из Сергея Упасада. Он выбрал текст Эльдара Ахадова. Война кончилась. Почему выбрал? Ну, потому что показалось, что я его смогу честно рассказать, без каких-либо дополнительных интонаций или еще чего-то. Ну, вы знаете, нам повезло. Потому что все то, что произошло там, нам не довелось испытать на себе. Потому что видеть на экране и читать в книжке, это же совсем крутое. Ты ведь знаешь, что как бы ты ни переживал описываемое или показываемое, всего этого сейчас уже нет. Торжественная церемония награждения завершилась праздничным концертом. Мария Ревека, Михаил Кирсанов, ТВР24. Сразу две выставки открылись в библиотеке Розанова. Свои работы представили московские художники, работающие в разных техниках. Романтичная живопись Людмилы Севериной, работы Ларисы Акулининой в стиле пуантилизм, портреты и гобелены Андрея Мадекина. Диалог с творчеством это совместный проект художниц Людмилы Севериной и Ларисы Акулининой. Они пишут в разных техниках. Людмила приверженец масляной живописи, ее любимый кипуантилизм. Это техника письма мелкими точечными мазками, почти чистыми красками. Второй год благодаря усилиям молодого такого организатора Константина Ершова мы сотрудничаем с Московским Союзом художников. И пусть наше пространство не столь обширное, мы не галерея, конечно, а всего лишь библиотека, но тем не менее мы даем возможность открыть для себя новые имена. Еще одна выставка в библиотеке имени Розанова живописи гобелены Андрея Мадыкина. На сотканных в прямом смысле мастером полотнах узнаваемые сюжеты, но фактура материала и интерпретация сюжета мастером позволяют зрителю по-новому взглянуть на известные темы. Мне нужно некоторое сюжетное философское наполнение, и поэтому я и обращаюсь к мифологической библейской тематике, потому что здесь у меня есть возможность обращаться к каким-то достаточно известным темам. Как, например, этот гобелин «Купание красного коня» – это, естественно, отсыл к известной картине Петра Водкина. Как сейчас модно говорить, аммаж. Аммаж – это ну, как бы, дань уважения, вот, и некая, ну, какая-то перекличка с мастером. Что касается живописи, то здесь как раз я не ищу какого-то стиля такого собственного какой-то трансформации, наоборот, мне здесь интересен сам человек. Андрей Мадыкин немало размышляет об искусстве. Некоторые исследования мысли заключил в книге, который обещал подарить библиотеке. Так что у читателей будет возможность познакомиться и с литературным творчеством художника. Ну, а выставки работ московских художников Людмилы Севериной, Ларисы Акулининой и Андрея Мадыкина продлятся до 20 июля. Оксана Мирошникова, Анна Овчинникова, ТВР24. На сегодня это все новости. В студии была Марина Покровская. Редактор субтитров А.Семкин